То, что вы увидите, произошло в реальной жизни. Мы изменили только имена и фамилии. В тот день Дарья немного опоздала с ужином, но зато она напекла пирогов, желая побаловать любимого мужчину чем-нибудь вкусненьким. Илюшечка! Дарья Булатникова, 30 лет, не замужем, учитель домоводства в школе. Это привет! Ой, даже не заметила, как ты пришел. Сейчас, извини. Случилось что-то? Нет, ничего. Ты голодный же, наверное, я же пирожков напекла. Ой, ты отстань ты от меня со своими пирожками! Илья Клюкин, 32 года, не женат, администратор в мебельном салоне. Вот они мне где уже сидят. Не могу. А что случилось-то, Илюш? Как ни придешь, ты вечно прилипла к этой плите. Прямо не женщина, а какая-то машина по приготовлению пирожков. Устал. Так ты же говорил, что я тебе нравлюсь. Нравишься ты мне, нравишься. Ну, ты понимаешь, нам нужно пожить отдельно. Нужно немножко подумать. прикинуть все. Илюшенька, ты куда? Я тебе не муж, ты мне не жена. Нам нужно пожить отдельно. Илюшина! Ну, за вещами я зайду завтра. Приседем на дорожку. Ну, я пошел. Уже не в первый раз отношения Даши с мужчинами заканчивались таким образом. Она не могла понять, что делает не так. И за помощью решила обратиться к психологу. Я, конечно, понимаю, такое с каждым может произойти. В общем, действительно, с каждым. Галина Тимошенко, психолог. А что, вы очень его любили? Да я не могу сказать, что я с ума по нему сходила. Почему же тогда так расстроились? Просто, понимаете, я очень люблю о ком-то заботиться. А разве вам больше некого побаловать? Ведь если вы сами себе нравитесь, то наверняка понравитесь кому-то еще. Ну, особенно, если этому кому-то еще будет интересно то, что интересно и значимо для вас. Дарья задумалась над словами психолога и решила про себя, что не стоит торопиться и всему свое время. Пирожки твои не помогли. Светлана Фадеева, 30 лет, не замужем, продавец в магазине мужской одежды. Ведь как любила, как хвалила. Ой, Светка, ну хватит, а и так тошно. Ужинать будешь? Буду. Вообще, я не понимаю, что он тебя бросил? У тебя же ужин все время на столе. У тебя порядок в доме. И вообще, ты у нас хозяйка. Сволочь он. Ну, если жених от тебя уходит, то еще неизвестно, кому повезло. Вот так. Угу. Теперь опять тебя знакомь. Нужно объявление в газету дать. Какое объявление? Какое-какое? Обыкновенное. Красивое. Молодая. Незамужняя женщина. Да. Да, 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 да. Желает познакомиться с добрым, богатым, знаменитым, непьющим мужчиной для самых серьезных отношений. Светка, ну ты совсем с ума сошла? А если кто из знакомых прочитает? Это же стыдова какая. Какая стыдова в том, чтобы получить кусок простого человеческого женского счастья? Ой. Ты ужин будешь? Буду. Дарья решила последовать совету подруги и составить объявление в газету. Скорпион без вредных привычек ищет стройную, спортивную овечку или телочку. Светка, ну это же зоопарк какой-то. Это в «Крокодиле гений» было. Молодой крокодил ищет себе друга. А что ты смеешься? Надо записывать. Мы сейчас про тебя такое писать будем. Знаешь, в какой составе? Ну, может, не надо. Ну, посмотри, там одни глупости пишут. Нормальные люди это же не читают. Тут полно нормальных. Я просто самые смешные тебе читаю. Чего я там про тебя говорила? Давай-ка сочинять. Ну, ты говорила, молодая, привлекательная, умная, в полном расцвете сил. Даша, умная – это лишнее. Я думаю, не поймут. А почему это не поймут? Мне тоже любой не нужен. И потом, знаешь, я считаю, что внешность – это не главное. Да? Вот ты у нас точно красавица, а тоже не замужем. Ну, это временное явление. Давай напишем что-нибудь про увлечение, про характер и как-нибудь подпишемся романтично. К примеру, Диана. Гениально. Так точно будет лучше. Да? Диана. Супер. Да, пиши. Ну, с Богом. Дарья не предполагала, что на ее объявление в газете откликнется столько мужчин. Какие интересные. И фотки я у тебя тут видела. Где они? Я покажу. Отлично. Ты знаешь, Света, здесь есть одно письмо. Сейчас тебе покажу. Вот с этим человеком я, по-моему, действительно хотела бы познакомиться. Из множества писем Дарье понравилось одно от Антона. Письмо показалось ей трогательным, романтичным и очень искренним. Дарья не удержалась и прочитала письмо Светлане. Ей очень хотелось поделиться с подругой. Правда хорошее письмо? Надо срочно ответ писать. Ты же такого мужика можешь упустить. И наверняка по всем объявлениям накидал ответы. Я уже написала. Только мне не кажется, что он разослал много писем. Почему не кажется? Ты видела, сколько здесь новых объявлений? Ты посмотри. Вот, 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 вот. Да, объявлений здесь много. Да. Смотри, конкурс. Кулинарный конкурс. Господи, ну что ты какие-то конкурсы смотришь? Мы же женихов ищем. Интересно. Ты же знаешь, как я люблю готовить? И смотри, смотри, тут какой главный приз. Поездка в Венецию на двоих. Неплохо. Дашка, ты должна участвовать в этом конкурсе. Ты представляешь, если ты победишь, мы поедем в Венецию с тобой. Ну, а что, было бы здорово. Там такая архитектура, красивая, каналы. Даша, какая архитектура? О чем ты? Ты понимаешь, какие в Италии мужики? Господи, да там же одни миллионеры. Ты представляешь? Мы лежим с тобой на вилле в этом, в шезлонге и вот так вот лежим. Марио! Марио! Даша, Даша, ты должна участвовать в этом конкурсе. Даша, ты должна победить. Светка, я все поняла. Под напором подруги Дарья решила принять участие в кулинарном конкурсе. У нее была огромная коллекция собственных рецептов, по которым она готовила сама и учила готовить своих учениц. А о поездке в Венецию она на самом деле не мечтала. В тот день Дарья получила долгожданное письмо от Антона. В нем он приглашал ее на свидание. И что особенно удивило ее, узнав о ее намерении участвовать в кулинарном конкурсе, прислал рецепт фамильного свадебного пирога своей бабушке. Привет! Привет! Дашка, представляешь, собралась на свидание, во всем доме, как назло, горячую воду отключили. Можно у тебя хоть помыться? Ну, конечно, можно. Воды для тебя мне точно не жалко. Я письмо получила. Какое письмо? Ну, от Антона. Помнишь, я тебе рассказывала? Слушай, он мне написал ответ. Хочешь, прочитаю? Дарье все больше нравился Антон. Ей казалось, что они знакомы уже очень давно. Антон писал, что не любит шумных компаний, любит читать и ходить в туристические походы на байдарках. В этот день ее ожидало еще одно радостное событие. Она узнала, что прошла в финал кулинарного конкурса. Заходи уже. Привет! Привет! Ой, Свет, как хорошо, что ты оказалась дома. Ты представляешь? Этот Сашка как меня подлецки донул сегодня. Обещал в ресторан сводить, а сам... А ты что так вырядилась-то, а? Я с тобой говорила вчера, Антон пригласил меня на свидание. Ух ты! Пару письма уже свидание. Ой, какой быстрый. Ну, вот и я думаю. Потом у меня к одежде, из одежды ничего нет такого. А чего-то надо-то? Надо хорошее белье, именно оно запоминается на первом свидании. Светочка, судя по письмам, это совсем не такой человек. Ну, так это по письмам. Ты мне сама насоветовала дать это объявление. Да может, действительно, не ходить. Я придумала. Я за тебя пойду. Как это? А так. Я на разведку пойду. Приду, посмотрю, парень приличный. Я ему так и скажу. Подруга, мол, у меня заболела, но очень желает встретиться. А если плохой парень, я ему так скажу. И не пиши нам. Света, я даже не знаю. Дарья не очень нравилась затея Светланы, но она решила все-таки согласиться. Просто она отвыкла от свиданий и боялась что-нибудь испортить. Ну, и как он тебе? Слушай, по-моему, симпатичный. Но внешность бывает обманчива. Мне кажется, он хороший человек. Сейчас проверю. Как вернусь сразу к тебе, расскажу, что почем. Ну, давай, Свет. Антон понравился Дарье. Именно таким она и представляла его себе по письмам. Теперь она уже жалела, что разрешила Светлане отправиться на свидание вместо нее. От Дарьи Булатниковой ушел любимый мужчина и девушка обратилась за помощью к психологу Галине Тимошенко. По совету близкой подруги Светланы Дарья дает объявление в газету знакомств. С одним из ответивших мужчин Антоном завязывается переписка. Дарья решила принять участие в кулинарном конкурсе. Антон приглашает девушку на свидание, но Светлана убеждает подругу, что на эту встречу должна пойти она. Ты чего так долго? Ну давай рассказывай. Ой, Дашка, ну сначала показался он мне вполне ничего. Такой разговор у него хороший, нежадный в кафе сводил, не хамит. Ну в общем я так о нем и думала. Ты ему сказала, что ты это не я. Даша, я ему сказала и он даже про тебя сначала спрашивал, а потом пьем мы с ним кофе. Он мне знаешь, что говорит? Поехали ко мне. Я так наивно спрашиваю, а зачем? Он говорит, а что, мы взрослые люди. Я тебе понравился, ты мне понравилась. Чего это время тянуть? А то, что твоя подруга заболела. Мы-то здоровые. Да не может быть. Даша, ты была права. Через газету ничего мы хорошего не найдем. Цветы тебе, кстати. Дарья очень расстроилась, узнав, каким оказался Антон на самом деле. Мысленно она уже представляла их отношения и вдруг все рассыпалось в один миг. Я понимаю, что я не была знакома даже с этим Антоном, но вы знаете, он мне писал такие письма. Ну, Даша, у вас ведь была возможность познакомиться с ним и сравнить ваши впечатления о нем и реального человека. Была, но я струсила. А потом, то, как он повел себя со Светой, по-моему, много о нем говорит. Просто, наверное, такого мужчины, какого я себе представляю, в природе не существует. Да ладно, Даша. В природе и разные мужчины существуют, и разные женщины. И, кстати, каждый мужчина на разных женщин реагирует по-разному. Ну, да, со Светой ваш Антон повел себя вполне определенным образом. Ну, а может быть, ей самой только того и надо было. Кто знает, как он повел себя с такой женщиной, как вы? В этот день Дарья получила еще одно письмо. Оказалось, что пишут из редакции. В письме говорилось, что читателям очень понравился не только рецепт ее торта, но и ее кулинарные советы. В редакцию пришло множество писем с просьбой опубликовать фотографии. Теперь Дарья стала не только готовить, но и фотографировать свои произведения. Алло. Да, здравствуйте. В этот же вечер ей позвонили из редакции, пожелали победы в конкурсе и предложили вести свою кулинарную колонку. По просьбе редакции Дарья сфотографировалась. Полученные фотографии превзошли все ее ожидания. Но самым приятным было то, что она обнаружила свой портрет в витрине фотостудии. Впервые она почувствовала себя очень красивой и оттого очень счастливой. Подготавливая первую подборку для своей кулинарной колонки Дарья очень волновалась. Дашка, я, кажется, влюбилась. Здорово. Первый раз в жизни. Ты знаешь, я даже реже у тебя буду бывать. Ужасно хочу к нему переехать. А он не зовет. Не, он не такой, как все. Познакомишь? Другой. Конечно, познакомлю. Потом как-нибудь. Свет, ну ты чего делаешь-то? Это нельзя путать, это важно, это в мою колонку, ты же видела. Какая разница, под каким рецептом, какая картинка будет болтаться? Света, пусть даже это мало кто читает, зато это нужно и очень интересно мне. Вы знаете, я ведь очень люблю готовить, а теперь мне еще нужно фотографировать то, что я приготовила. Еще я пишу рецепты в журнал и даю советы хозяйкам. Мне кажется, я всю жизнь хотела этим заниматься. Даш, ну я очень за вас рада. Получается, что талант правда никогда не спрячешь. Рано или поздно ему применение найдется, да? Ну вот в личной жизни все как всегда. Света, моя подруга, уже почти замуж собралась, а вот я одна. А куда вы так спешите? Ведь изменения в вашей жизни только начались. За первым изменением обычно всегда приходят следующие. Ну как куда спешу? Я ведь уже не юная девушка и у меня времени немного. И еще приходил Илья. А я тут решил ключи занести, на тебя заодно посмотреть. Ну как ты? Ну все хорошо, все отлично. Кстати, привет. Привет. Хорошая фотография. Я ее, кстати, сегодня уже видел. На витрине фотоателье. Сразу же твои пирожки вспомнил. Ты знаешь, что-то я по ним соскучился. Жуть. Как говорил Владимир Владимирович Маяковский, лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии. Да. Смотри-то. Известный становишься. Да ладно тебе, Илюшка. Ты нет, нет, нет. Выглядишь великолепно. Кстати, я тут подумал, мне кажется, что я тебя все-таки люблю. Давай как прежде, а? Я понял, что не могу без тебя. Ты знаешь, Илюшка, а я тут подумала, что я тебя больше уже не люблю. Ты, говоришь, по пирожкам соскучился? Угу. Подожди минуту. Илюшку. На. Держи. Спасибо. Вот это с капустой, а это с мясом. Как ты любишь. Спасибо. Ключи. Пока. Дарья все-таки сомневалась, правильно ли она поступила, выгнав Илью. Чувства чувствами, но ведь у нее никого нет. А вдруг она вообще никогда не встретит того единственного мужчину. Ладно, если даже вы не юная девушка, то уж точно красивая молодая женщина. Тогда зачем вам жить с нелюбимым мужчиной, по принципу, стерпится, слюбится? А вы думаете, любимый появится? Я вообще-то думаю, что вы сами в этом уверены. Потому что раз уж вы Илью выгнали, то, видимо, в глубине души подозревали, что появится. Спасибо. Я буду на это надеяться. Светка, а я тебе звонила вчера. Тебя не было. Ты уже переехала? Да нифига я не переехала. Все стараюсь, что только не врала. И про ремонт, и то, и все сочиняла. Не готов, не готов. Я ему тут сказала, что я готовить люблю. И что я ему к дню рождения пирожок испеку. Может, дашь какой-нибудь рецептик, какой-нибудь попроще, ладно? Ты знаешь, на дню рождения нельзя попроще. нужно испечь красивый пирог. Очень красивый. И, по-моему, я даже знаю, какой. Подожди. Так. Вот. Светуля, это не простой пирог. Он называется свадебный. И, по легенде, невеста сама должна испечь его жениху. Даша, это шикарно. Но я с этим не справлюсь. А с тортом из магазина я к нему не пойду. Ну, помоги подруге. Ну, тебя расплюнуть. Нет, я-то могу испечь, но по легенде невеста сама должна испечь этот пирог жениху. Да неужели ты веришь в эти легенды? Главное, чтобы мужик был, чтобы пирог был. Все остальное дело техники. Ну, хорошо. Конечно. Спасибо тебе огромное. Ну, я тебя предупредила. Спасибо, моя хорошая. Я возьму журнальчик? Конечно. У тебя есть ведь еще один? А рецептик от Дарьи Булатниковой ушел любимый мужчина. За помощью девушка обратилась к психологу. По совету близкой подруги Светланы Дарья дает объявление в газету знакомств. Один из ответивших мужчин Антон приглашает ее на свидание. Вместо Дарьи на свидание идет ее подруга Светлана. Но она разочарована встречей и советует забыть про Антона. Дарья участвует в кулинарном конкурсе и выходит в финал. Ей предлагают вести рубрику в журнале для женщин. Светлана просит испечь пирог ко дню рождения своего жениха. Дашенька, солнышко, какая же красота получилась. Ну просто шоколадно. Давай побыстрее. Ну просто опаздывай на свидание. Я уже весь рецепт наизусть знаю. Давай быстрее. Не могу, торопись. Еще минуточку. Сама открой, сиди. Работай. Антон, Антон, подожди. Здравствуйте. Я Антон. Антон Полушкин, 32 года, не женат, инженер-конструктор. А вы Дарья Булатникова? Да. Скажите, Даша, откуда у вас этот рецепт? Антон, откуда у тебя этот журнал? Ты сама его дом на столе оставила. У вас не могло быть этого рецепта. Это наш семейный свадебный пирог. У меня рецепт остался еще от моей бабушки. А, я, кажется, начинаю понимать. Это рецепт пирога, который ваша бабушка испекла на свою свадьбу, так? Сразу после войны, когда дед с фронта вернулся. И она еще обменяла золотое кольцо на пачку масла и банку сгущенки, правильно? Да, откуда вы знаете? Я вам письма писал. Вы Диана? Нет, я Даша. А Света это моя подруга. Свет, может, ты объяснишь, что здесь происходит? А Света мне сказала, что это она написала объявление в газету. Получается, что этот пирог, тот самый пирог, я испекла сейчас именно для вас. Как здорово, что я вас нашел. Близился Новый Год. Дарья была поглощена приятными предпраздничными хлопотами. Светлана больше не приходила, а отношения с Антоном стремительно развивались. Даша! Даша, привет! Привет, я к тебе. Я тебе подарок несу, я елку тебе купила, очень красивая елочка, возьми, пожалуйста. Да не стоило так тратить свет. Даша, ну прости меня ради бога, ну прости, я ужасно перед тобой виновата. Дашка, я полюбила первый раз в жизни. Светка, ну я все понимаю, ну как вот после этого мне тебе можно будет доверять? Даша, я тебя никогда в жизни, никогда в жизни я тебя, я тебя не обману больше, никогда. Прости меня, пожалуйста, Даша. Ладно, проехали. Новый год же на носу. Сбылась семейная регенда. Несмотря ни на что, Антон и Дарья все-таки были вместе. Они провожали ставший для них счастливым старый Новый год. Да, Даша Булатникова, это я. Ой, спасибо вам большое. Да, и вас с наступающим. Да, до свидания. Антош, ты представляешь? я выиграла главный приз в кулинарном конкурсе. Слушай, молодец, поздравляю. Это поездка в Венецию. Умница. Ну, ты-то не знаешь главного. Это поездка в Венецию на двоих. Ты поедешь со мной в Венецию? История Дарьи это типичная история белой вороны. То есть человека, который в значительной степени отличается от тех, кто рядом с ним. И это, между прочим, очень сложно. Ведь законы обычно пишутся большинством. И как же тогда несчастной белой вороне выжить в мире, построенном для черных ворон? В этом случае есть всего три пути. Один пытаться войти в этот другой мир и приспособиться к его законам. Но это тем сложнее, чем больше различия. Другой путь попытаться перестроить этот мир так, чтобы суметь в нем выжить. То есть переделать его по собственным законам. Но это опасно. Могут загрызть. Есть и третий путь. Построить свой собственный мир и жить в нем по собственным законам. Возможно, это и есть самый интересный, но, конечно, и самый сложный путь для белой вороны. Надо отдать Дарье должное. Она сумела пойти своим путем. А человек, который идет своим путем, неизбежно оказывается на нем самым первым, самым сильным, самым талантливым, самым успешным. Ведь других-то на этом пути нет. неизбежно крем неизбежно неизбежно дарья.